Даудов в глубине души еще не такой потерянный и конченый, как, например, Патриот или Алаудинов. Даудова можно образумить, если бы он так сильно не боялся Кадыру. Вообще не согласен. Я считаю, что Иудов это один из самых конченных среди них, полностью потерянный. Непотерянным? Ну как непотерянным? Даже неправильное слово. Я скажу человеком, в котором еще возможно что-то теплится, и на которого еще есть какая-то надежда. Я все же напоминаю, что мы еще не списали его полностью. Это вот Шаа Турлаев. Мне кажется, у него все-таки вот эти воспоминания, сновидения, которые его наверняка посещают. Ведь он был рядом с очень достойными, выдающимися людьми. И это не может не оказывать на человека какое-то влияние. Я считаю, что вот там еще есть какая-то надежда. А такие типы, как Иудов, как Хамбиев, это вообще конченые, там нет ничего, никакой надежды нет. Салам алейкум. Что думаешь, и какой твой призыв к кавказцам, чеченцам, дагестанцам в борьбе с Украиной, которые идут за Рашку? Что можно по этому поводу сказать? Ну это люди, которые в первую очередь борются с нами, на Кавказе, со своими же народами. Нет ничего удивительного в том, что они едут в рядах российской армии воевать в Сирии, воевали в Грузии, собираются сейчас воевать в Украине. Но нет в этом ничего странного. Это российские вооруженные силы, российские солдатики. Да, они будут выполнять эти приказы своего командования. Они пехотинцы Путина, чего еще от них ожидать? Салам алейкум. Какой бы ты совет дал человеку, выбирающему между адвокатурой и журналистикой, чтобы в дальнейшем бороться за справедливость? Алейкум асалам. Никакого совета бы я не давал. Это пусть человек сам решает, что ему более интереснее, что ему под силу, где он будет более успешным. Поэтому пусть сам выбирает, как можно такие вещи советовать. Это как, я не знаю, человеку склонному к ремонту часов рекомендовать заниматься ремонтом обуви. Кто на что гораздо, понимаете? Кто-то там по дереву хороший специалист, кто-то по железу, кто-то из кого-то получится хороший юрист, из кого-то хороший журналист. Не говоришь главного. Каким образом? Больше не будет войн с танками и АК-47. Будет, как в Сирии и Карабахе, ракеты, троны, сколько их есть у Чараи. Ну, как будет, посмотрим. Давай доживем до этого, и тогда и будем об этом говорить. Пока у нас не идет вообще речи о какой-то вооруженной борьбе. Мы об этом не говорим, мы к этому не призываем. Понимаем, как бы, наши возможности сегодня. Для меня самое важное, чтобы вот эта идея, этот костер в сердцах, этот огонь, чтобы он не угасал, для меня важно напоминать чеченцам в первую очередь о том, что мы должны быть независимы, что мы должны иметь собственное государство, собственные паспорта, собственные посольства в разных странах. Что наши права должны быть гарантированы этими нашими посольствами, нашим государством, что только наше государство является нашим щитом, нашей защитой. Вот, это моя цель. А все остальное, как бы, вопросы механизмов достижения этой цели, ну, это придется временем. Когда я увижу какой-то свет в конце тоннеля, когда я увижу, что вот сейчас пришло время, чтобы предпринимать вот какие-то действия, то я начну о них говорить. Пока я этого не вижу. Что думаешь насчет конфликта в Украине, отправят ли туда чеченцев в первые ряды? Алейкум ассалям. Ну, поступает информация, что туда уже отправили многочисленные войска с территории Чеченской Республики. Всякие там полки Север и прочие, в общем, прочих российских пехотинцев уже, говоря, туда отправили. Будут ли они в первых рядах там или в последних? Ну, я не знаю. Как командование российское захочет, так и будет. Будет ли вообще там война? Это, как бы, тоже вопрос. Понятно, что их, конечно, не просто так вот осогнали эти войска, и что в любой момент реально может начаться там серьезный конфликт военный. Но определенно об этом говорить я лично не могу. Вы очень часто критикуете Кадырова с риберальных и демократических позиций, но сами мечтаете об исламском государстве. Я думаю, что самое исламское государство – это Иран, и это такая же диктатура. Я не совсем понял, что значит, что я критикую с риберальных и демократических позиций. Для меня это непонятно. Я, возможно, иногда от него требую выполнения российских законов, но я это делаю не потому, что я доволен этими законами или являюсь их сторонником, а потому что он является их сторонником, потому что он является гарантом этих законов на территории нашей, оккупированного нашего государства. Поэтому я ему как бы напоминаю об этом. Требую от него вернуться к тем основам, которые он сам обязался выполнять. Но это не значит, что я с этих позиций от него что-то требую. Тумсо, хочешь ли ты стать или же будешь претендовать на пост президента независимой Ичкерии, если по воле Всевышнего она таковым и будет? Брат, сегодня этот вопрос абсолютно не актуален. Нет смысла сейчас говорить о подобных вещах. И когда мы доживем, если мы доживем до этих времен, тогда и подумаем об этом. Сейчас нет никакого смысла. Их счета, недвижимость семьи находится в Европе, в Америке. Какой резон Путину воевать? Ну, попытка взять под контроль территорию, которую он теряет, точнее уже, можно сказать, потерял, чтобы окончательно не потерять, вернуть ее обратно. Он может пойти на такую авантюру. Я этого не исключаю на самом деле. Но и как-то определенно говорить, прогнозировать войну я тоже не буду. Тумса, ассалам алейкум. Как ты считаешь, к моральной и умственной деградации Кадырова может иметь отношение часто прием какого-то наркотика? Алейкум ассалам. Я вообще не вижу никакой связи между умственными способностями Кадырова и приемом каких-то наркотических средств. Абсолютно никакой связи, потому что он интеллектуально не развит с детства. То есть это не так, что он был таким обычным ребенком, обычно развивался, как бы был хорошо, там, хорошая успеваемость в школе, допустим, была склонность к каким-то наукам, к рассудительности, айкью было хорошее. И потом раз он начал что-то употреблять и как бы притупил эти свои навыки. Но там не так. Там как бы изначально не все в порядке с умственными способностями. Поэтому в его случае, я думаю, какие-то средства, многие называют наркотическими, можно поспорить, являются они наркотическими или нет, но мне кажется, в его случае, какие эти средства, эти вещества, они наоборот могут немного помочь ему, так скажем, разогнать его мозг, может быть, а не притупить. Ну, в зависимости от того, что, конечно, употреблять, это тоже очень важно. Просто есть какие-то, например, средства, которые разгоняют эту твою мозговую активность, а есть средства, которые наоборот ее глушат. И все будет зависеть от того, что он принимает. Но если в его случае принимать то, что как бы наоборот нагружает твой мозг, а глушит его, то это вообще катастрофа. Субтитры сделал DimaTorzok